Еще недавно эти мальчишки не знали правил игры, не умели пасовать и пробивать пенальти. Ребятам 7-8 лет. Некоторые из них тренируются всего пару месяцев. И вот юные спортсмены уже участвуют в своем первом турнире на стадионе «Локомотив». Это ежегодный кубок главы округа по футболу, который стартовал 4 июля. Малыши играют финальные матчи. Ставки высоки. Мне кажется, мы займем третье место, потому что если мы сейчас выиграем, то у нас будет третье место. Эти малыши – ровесники турнира, который проходит с 2015 года. Есть футболисты и постарше. Матчи проводят по семи возрастным категориям. Уже 8 лет участники соревнуются в четырех лигах – профессиональная, любительская, сельская и женская. Игры принимают три стадиона, один из которых находится в Воздвиженке, остальные два – в Уссурийске. Болельщики юных спортсменов, их родители не сидят на трибунах. Место самых преданных фанатов у футбольного поля, чтобы игроки чувствовали горячую поддержку. Поддержка родителей для них просто очень важна, колоссальная. Мы даже заказали специальный флаг в футболке, чтобы оказать им эту моральную поддержку. Потому что нужно за детей болеть, нужно им помогать, и для них это очень важно. А вот у тренеров и судей требования к малышам, как к настоящим спортсменам. На турнире игроки начали усваивать законы футбола. Вышел на поле – забивай. Не получается – борись, упал – вставай. Такая закалка необходима, если мальчишки хотят связать будущее с футболом. Если бы этого не было турнира, у нас бы дети только занимались, как говорится, тренировочным процессом и все. А такие турниры, которые дают детям очень много, где они набираются игрового опыта, ну и соответственно потом станут футболистами. 6 августа на городском стадионе пройдет награждение сильнейших команд. Победители и призеров наградят медалями, кубками, дипломами и ценными подарками. Полина Мельниченко, Игорь Антонов, Телемикс.